Здравствуйте! Давайте посмотрим, какие варианты управления капиталом являются более приемлемыми для использования по внутридневной торговой системе 15 минут. Нам с вами нужно будет определиться с одним из этих вариантов. Дальше мы застолбим правила по выбору торгового лота и спокойно, систематично будем выбирать один и тот же вариант на протяжении серии сделок. Почему мы будем так поступать? Ну, чтобы вы долго не думали над объемом позиции, иначе на моменте выбора лота могут подключиться наши лучшие друзья, это жадность и страх, которые помешают совершить правильные действия с депозитом. Вот перед вами два варианта, из которых мы и собственно и будем выбирать. Действительно, это два самых простых варианта выбора торгового лота. Консервативные они, потому что не смогут нанести колоссальный ущерб депозиту, но и не дадут сказочной прибыли за 2-3 сделки. Только систематично отрабатывая торговые сигналы, мы можем говорить о перспективах получения прибыли и по одной методике, и по второй. Первый вариант управления капитала – это метод фиксированного процента. Он используется гораздо чаще, чем все остальные, но в силу своей простоты, плавности и возможности реинвестирования. Суть метода понятна из названия. Трейдерам определяется наиболее комфортный как с психологической, так и с финансовой точки зрения процентный размер лота от депозита, который используется в торговле постоянно, независимо от движения на счету. Таким образом, при депозите в 10 тысяч долларов и маржинальном залоге в 5 процентах, трейдер должен будет открывать такие сделки, в которых сумма открытой позиции не будет превышать 500 долларов. Самое интересное наступает после изменений по счету. В случае прибыли по счету, например, увеличение торгового счета до 10 500. Дальнейший лот, то есть маржа по открытой позиции, будет рассчитываться исходя из новой суммы депозита, то есть залог в 5 процентов не должен превышать 525 долларов. Аналогично при убытке. Размер депозита снизился до 9 тысяч, залог в 5 процентов, значит не должен превышать 450 долларов. На этом этапе могут возникнуть сложности у тех, кто не совсем разобрался с методикой соотношения открываемого лота и залоговой суммы. Для точного определения добро пожаловать на курс по управлению капиталом, где вы можете получить в пользование простую таблицу расчета лота и маржинального залога. Преимущество данного метода заключается в возможности реинвестирования прибыли. Чем больше будет расти депозит, тем больше он будет расти. Прошу прощения за тавтологию. При этом, в случае убыточной серии риски будут уменьшаться, позволяя использовать депозит намного дольше, чем в других, более высокорисковых стратегиях. Второй вариант управления капиталом еще более простой, чем первый. И для тех, кто только начинает торговлю, он может стать абсолютно приемлемым способом спокойного управления торговым счетом. Также отметим, что на моменте тестирования торговой стратегии, в том числе и нашей с вами системы 15 минут, нам лучше использовать метод фиксированного лота, который однозначно снимет с нас напряжение на этапе определения размера торговой позиции. Суть метода в чем? Все позиции при данном подходе открываются некоторым постоянным количеством лотов, объемом, которые мы будем определять заранее. То есть, например, это 0.1 лота или 1 лот или 2.5 лота 10. То есть, независимо от исхода предыдущего трейда, текущего размера депозита и других текущих показателей торговли, лот остается неизменным. Плюсы данного подхода следующие. Простая и понятная в использовании система, лишенная мощных усилений изменения размера депозита. Кроме того, при увеличении размера торгового счета мы будем постепенно снижать риски открываемых сделок. Впоследствии, когда вы почувствуете себя более уверенно в использовании нашей торговой системы, сможем перейти на метод фиксированного процента от капитала. Разобрались? Теперь перейдем к последнему разделу нашего курса, где я поделюсь актуальной статистикой сделок по торговой системе 15 минут, а также продемонстрирую разницу применения той или иной методики управления капиталом.